Ку-ку, друзья мои! Или бонжур, или привет, или просто всем хаюшки, это от Трюзе Уц, и мы продолжаем играть. Что-то наша маман какая-то подбитая, совсем болезненная, но тем не менее, мы движемся с вами дальше, впереди нас ждут очень даже незабываемые приключения. Впереди нас ждут два волка, или даже больше, но мы, по крайней мере, слышали диалог только твоих. Так, давай посмотрим, где у нас тут сейф прошел. Вообще, где у нас какие-то со стимом проблемы в последнее время, то из облака не загружается, то какие-то хрени творятся. С чего начнем пир? Так, вон они себя там кумекуют, разговаривают, а мы попробуем понять, что нам вообще делать тут надо. Так, это что за хуя тень? Это не нам не открывается. То есть я должен придумать, вон они там разговаривают. Во, вот, один из волков побежал сюда куда-то. Ааа, тут можно пройти. Вау, вау, вау! Нихрена! Я успел уйти! Ты, ты представляешь, я в последний момент только вспомнил, что в конце той серии меня здесь убили. Притом жестоко сделали это. Ладно. Так, смотри, солнышко, типа один из волков боится, видимо, солнечного света. А солнечного света у нас тут нет. Может быть, фонарик заменит, хоть мало-мальски это. А, хорошо. Там был еще, получается, один волк вроде черный, а второй белый. Надо взять этот факел, волки боятся огня. А, хорошо, только я... А, да-да-да-да-да-да, старый эрик сбросил факел вниз туда к волкам. Видимо, как-то пытался их подразнить. Ну что ж, господа хорошие, будем проходить, будем смотреть. Здесь что-то как-то совсем безжизненно. Во, смотри, какая зараза. Я не знаю, кого он боится, кого не боится. Но и здесь можно попробовать спрыгнуть. А вот и объяснение, чего боится второй волк. Второй волк боится... Это луна, по-моему, да, у нас надгрызанная. То есть он боится лунного света. Я не знаю, фонарик у нас, наверное, не солнечный. Фонарик, наверное... Сейчас разберемся, короче. Надо взять факел, видимо, и надо как-то юзать фонарик. То есть поочередно их отпугивать. Окей. Хорошо. Более-менее мы поняли, что от нас требуется. Так что затупок с хряком у нас явно быть не должно. Ну что, мои сладкие? Я тебя вижу. А я тебя нет. О-о-о-о-о-о-о! Пошел отсюда, шавка сраная. Так, вон факел, по-моему. То есть я, получается, могу свободно вот так вот забежать и, видимо, забрать то, что мне надо. Вон он, вон он, сука. То есть чтобы он, как бы, на него свет подействовал, надо светить буквально пару секунд. Факелок! Чудесно! Нажмите их, чтобы волна пламени. Милкая тварь, все благодаря тебе, братишка. Мы с тобой покушаем вкусняшки. Ну, вообще, наша мать, как бы, маман худощавенькая. Там кожа до кости, до пары хрящиков несчастных. То есть это, по сути, ничего не меняет. Ладно. Хорошо, будем двигаться дальше. Не дадим себя, как говорится, в обиду. Попробуем пройти вперед. То есть, если что, я должен размахивать факелом, если приближается один из волков. То есть белый вроде боится фонарика, а черный боится огня, получается. Люди, есть кто живой? Только не вздумайте вырезать то, как я это сейчас сделал, и ставить себе на звонок или там на СМС-ку. Тихо. Тихо, падла. Тихонечко. Спокойно, спокойно, спокойненько. Олеж, в таких местах, когда у тебя аж задержимое кишечника подпирает к свинктору, тебе надо бежать очень быстро. Ты не должен думать о том и разглядывать текстуры в этой игре. Оставь этого на массу. Зачем ты это делаешь? Просто спасай свою жопу и жопу своего сына. Поняла, красавица? Давайте хоть полюбуемся. А, полюбоваться так не получится, конечно. Ладно. Минутка идиотизма, и можно двигаться дальше. Так, я взобрался. Мы взобрались куда-то в пещеры. Где-то мы что-то тут с вами бродим. Волков пока не видать. Эспиан, дружище, ты здесь? Как хорошо, что люди вообще человечество изобрело факел. Еще первобытные люди научились-то его добывать огонь. Потом они научились его как бы собирать и использовать. А это правильно. Факел горит дохрена долго. Я еще когда был мелкий, всегда в фильмах и мультфильмах удивлялся. Как факел может гореть так долго, и палка не сгорает. Ведь мы еще в детстве зажигали спичку и думали, что это мини-факелок такой. Ребенок факела, мать его. Блядь, ребенок факела, будь запомнить. Это очень забавно. Так, сладенько. Ну что, Чикуль, давай бежать. Блин, а что-то волков реально нет. Олеж, ты сейчас договоришься. Ты сейчас так договоришься, что мало тебе, блядь, не покажется. Здравствуйте, мистер гном. Что-то я увидел гномов, у меня сразу в носу как-то запершило. Лишний раз напоминанится, что белый волк боится солнечного... Точнее, лунного света, а... Что-то было. Что-то... Это что? Это у меня сопли были, да. Вроде более-менее прошло. Но, тем не менее, кто-то сейчас шморгнул так эпичненько. Порталгэп. Или порталгап, как-то так оно у нас называется. Порталгэп, скорее всего. Здесь какие-то, видимо, порталы должны быть. Люди. Что-то мне не нравится. Я просто знаю, что волк это очень хитрое существо. Обойди ее со спины, брат. Мне это надоело. Тихо, тихо, тихо. Пошел вон нахер. Пошел, 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 пошел. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. А что ты... Он прыгнул на меня. Он на меня прыгнул. Так. Съебись, оно все колесиком. Я побежал. Не убивайте меня. Не трогайте меня. Как, скажи, мне надо уберечься было О боже, какие они звуки там издают Какие-то урчания, еще какая-то шняга Фу, в общем, короче говоря, надо это как-то аккуратно пройти Черный волк, ну серовато, такой коричневый, он боится у нас огня Ночь, надо помахать, видимо, огнем как-то рядышком Включай фонарик, хорошие мои Нажмите X, чтобы волна пламени была у вас Пламень Так Куда ж ты побег... О боже Что-то интересное Самое такое впечатление, что волк доставил какое-то удовольствие нашей девушке Судя по звукам, он сделал ей явно приятное, не пытался ее убить Хорошо, шутки шутками Он подбегает, он ебашит меня со всей силы и все И я не смогу ничего сделать Вопрос на засыпку, шо ж мне делать-то? Ладно Ладно, бичуган Пожалуйста, идите нахер отсюда Пожалуйста, не убивайте меня, я вас прошу Мне просто нужно найти сына Че тут у нас здесь такое? Воу, 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 воу Здесь, наверное, я не знаю, волк по идее здесь пролезть, если что, мне хана, короче Мне просто пиздарики Я бы посмотрел, что она ему сделает Люди так своих детюнышей оберегают Вот этот папаша наслаждается самым отборным мясом, а мы тут чахнем Эту несправедливость я терпеть не могу До окончания ночи мы тоже кое-что попробуем В любом случае, лучше Таню ловимая тварь, чем Эрик Думаю, его мясо жестче, чем у вепля Да, чувствуясь, как его череп хрустит у меня в зубах Руки тянутся к моей морде Пошел, 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 пошел отсюда Пошел нахер Воу, 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 воу Мать твою Хорошо, предположим Предположим То есть я в любом случае, видимо, там как-то могу забежать И там что-то сделать О, господи Я так и знал, что, в принципе, с волками будут всегда у нас геморроидные шляпы здесь Геморроидная шляпа Ладно Короче говоря, мне нужно пробежать вон туда прямо Но прежде, прежде, прежде Один волк выходит здесь Давай, 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 давай Пошел, 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 пошел О, боже Это было эпично Он прямо на меня бросился Бегом, 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 бегом Я... Я знаю, что... Мазеров Гаррика. Ты понимаешь, что это довольно сложно? Но мы будем стараться. Врагу не сдается наш гордый варяг. С этим девизом вообще нужно, в принципе, по жизни как бы идти прямо. Ой, бесы сраные, блядь. Сейчас попробуем что-то сделать. В общем, мы добегали уже, как бы. Вы видели это? Включай фонарь, мать! Иначе загрызут нахер. Обойди ее со спины, братишка! Не, братан, не надо. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо! Сипись ты конем, гребаный бог, а? Слушай, ну реально, он как будто ее не раздирает. Я в одном фильме Брайзерс тоже такое видел. Они тоже так делали. Только там они бескостюмированы на вечеринке. Ладно, шутки шутками, идем дальше. Венный раз мы пытаемся пройти с вами эту локацию. Значит, что? Мы знаем, что делать, но, как видите, игра не всегда идет к нам, как говорится, спиной. Или лицом. Тихо, тихо, тихо. Пошел нахер! Нах-нах-нах-нах-нах-нах-нах-нах! О, нормальненько так. Будем ближе, ближе, ближе придвигаться. Вот сюда, вот смотри. Хоп! Пожалуйста, не убей меня. Я... Я знаю о тебе. Давай! Быстро, 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 быстро! Слава богу. Пошел нахер, гребаный волчонок! Так, с гребаным волком мы вроде разобрались. Там подняться, кстати, нельзя. Я не знаю, куда дальше. Вот для меня пока загадка, куда бежать дальше. Сукина засранцы. Пошел отсюда! Вон-вон-вон-вон-вон-вон-вон-вон-вон! Вон! Нахер-нахер-нахер! Пошли! Нахер-нахер-нахер! Сгинь отсюда! Шавка сраная, блядь. Так, я вижу, кажется, вон там что-то есть. И мне кажется, что мне туда и надо! Какой ужас, какой ужас, друзья! Это просто пипец. Так, друзья, ну что, я вроде куда-то зашел. Тут можно пройти? Я уже столько лет жду, могу еще подождать. Уроды, я вам помочь хочу. Отпустите же меня, пожалуйста. Что эта тварь несет? Брат, по-моему, она с нами договориться хочет. Интересно, что же она может предложить? У меня есть ключ, я могу открыть одну из дверей. У нее один из ключей Эрика. Вижу. О, боги, она может нас выпустить, и мы снова будем свободны, брат. Ну так что, я могу вас отпустить? Я только хочу, чтобы вы меня в покое оставили. Пожалуй, мы все-таки можем прийти к соглашению. Я немного знаю ее язык, дай поговорю. Человек хочет с нами договориться? Боже мой, я могу вас выпустить из ущелья, если пообещаете, что дадите мне уйти. А ты знаешь, чем это грозит острову? Нашу репутацию знаешь? Плевала я на этот остров, я только сына хочу найти. Очень хорошо, договорились. Ключом открывается дверь позади тебя. Иди открой ее, мы будем здесь. Потом можешь уйти. Окей. Откуда мне знать, что вы меня не убьете? Ты этого не знаешь, но вариантов у тебя не так много, человек. Если хочешь, можешь остаться там. Умереть мы не можем. Посмотрим, кто будет вынужден отступить. Шиван. Ван, пошли шавки сраны. Кроме того, как мы понимаем, к рассвету тебе нужно кое-куда попасть, решать тебе. Ладно, но если кто-то из вас приблизится, я ключ выброшу. И отпирайте эту дверь лапами. Гребаные волки. Так, окейшки. Надо аккуратно попалить и попробовать открыть эту дверь. Фух, ладно, побежали. Благодарю тебя, милкое создание. Окей. Братец, мы свободны. О боже, да будь она проклята. Да, мерзкая человечина. Я не знаю, где они. Честно говоря, даже знать не хочу. Идем, брат, нам тут больше делать нечего. Пошли посмотрим, что там в туннелях. Очень хорошо. Хотел тебя. Черт тебя побери, человек. Это вполне может случиться. Хель, у них не черт, а хель тебя побери. Ладненько, друзья, вроде с волками расправились. Фух, это было хорошо. Это было просто изумительно. Ну, а сейчас движемся дальше, посмотрим, где же наш сыночек-то. Уже вроде как бы скоро рассвет. И я так понимаю, что конец игры, видимо, тоже близко. Хм. А интересно, а эту дверь можно открыть? Я же говорю, что я еще вначале вам говорил, что за этими дверьми прячутся различные мифические твари. Видимо, как раз и был договор тут между ними и людьми. Так, нам явно, наверное, сюда. Ну, там что-то, окна завалены. Все совсем дряхленько. Я помню, когда был мелкий, любил к бабушке и с дедушкой в деревню ездить. За город. Естественно, там было много таких вот домов. Можно было погулять, поискать что-то интересное. Знаешь, такой сталкинг. Помню, это называлось как раз сталкинг. То есть лазишь, смотришь, изучаешь, ищешь что-то. Могли, конечно, пиздели выломить за то, что на чужое идешь. Но, тем не менее. А, скажи мне, пожалуйста, красавица, мне надо вниз. У-у-у! Ах, нихрена! Это было жестко. Удивительно, но обычно можно вывернуть себе что-то или даже сломать. Но наша мать-героиня все-таки и так, видимо, озадачена поисками сына, что совсем забывает о боли. Че у нас тут очки? Знаешь, если здесь упадешь, уже живой точно сына не найдешь. И будет о тебе какая-нибудь легендочка ходить. О, читанинка! Так, соболезнования, рассказы жителя деревни. Печальная участь постигла дочь Бьерна. Но он храбро отдал ее Эрику, и мы все им гордились. Я видел, как он смотрел на болото, словно собирался снова туда пойти. Мы видели свет факела Эрика, который возвращался с горы. Варга в тусклом утреннем свете. Спасение еще на несколько лет. А передали свои соболезнования ему и Бьерну. Окей. Так, че-то мне не очень нравится опять болото эти гребаные. Так, ладненько. Нам явно вон туда вниз надо. Болото было просто жуткое. При мысли о том, что Эспин здесь проходил, у меня внутри все похолодело. Мне его явно не хватало. Топ вытянуло из меня все эмоции. Меня непрерывно преследовало непонятное чувство беспомощности. Я забыла лицо Эспина. Забыла свое собственное. Иногда мне хочется снова все забыть. Так, хорошо. Есть какой-то указатель. Там типа дерево какое-то страшное. Но я могу пойти в... Блядь, там кто-то ходит. Ёб твою мать. Вон, я не знаю, видно вам, не видно. Но это либо ведьма, либо какое-то животное. Сорога... Это животное, наверное, да? Ладно, хер с тобой. Может, это, конечно, ведьма. Сламая такая, знаешь, злоебучная после волков, наверное. Барышня у нас тут. Ёб твою! Это... What the fuck? Иди нахер, 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 нахер так жить! Ладно, это какие-то гребаные скелеты. Давай быстро прочитаем о них что-нибудь. На болото. Рассказы жителя деревни. Ночью здесь, на болоте, хуже всего. Ветер далеко разносит странные крики, а туман скрывает меня, других селян наверху. От этого еще острее мое одиночество, пока я зажигаю фонари и охраняю пути. Иногда по утрам я нахожу кучки костей у дверей, ведущих к воде. Я слышал рассказы о поющей старухе, но никогда ее не видел. Говорят, она появляется только перед теми, кого одолевает чувство вины. А вот оживших мертвецов-драугров, я их видел. Иногда они плавают у самой поверхности озера. Они безмолвно кричат. Когда я перевожу взгляд, они исчезают. Но вонь исчезает еще не скоро. Большинство говорит, что это жертвы ведьм с вуалью, которых она заманила своими песнопениями в болото. Не правда это. Как по мне, не просто отражение, а мы уже там, внизу, среди них. Нихуя себе отражение, блядь! Так, подожди, стопэ, стопэ, стопэшка. Так, побежали, я понял отражение. Отражение, ты мое наваждение. Теперь скажи мне, какого хера? Нет, в принципе, они, конечно, спокойно себе ходят, что-то там колесничают туда-сюда. Я просто попробую пробить. А вот это... А, это драугр, блядь, я думал, ты олень какой-то гребаный. Привет, братишка! Пока. Ужасно. Драугры у нас были, я часто их упоминал в Скайриме. Мы там были прямо в подземельях, драугры. Сражались с ними! Тихо, тихо, тихо! Цыц! Цыц-цы-цы-цы-цы-цы-цы-цы-цы-цы-цы-цы-цы-цы-цы. Я просто пробегу мимо этих облётков. Привет, хороший мой. И давай сразу до свидания. Они просто скитаются туда-сюда. Если бы я был маленьким ребёнком и жил в этой деревне, я бы уже, наверное, охерел бы сто раз просто. Потому что, когда ходят живые трупы, это тебе не Окин Дэд. Это немножко другое. Ладно, они, по крайней мере, не представляют для нас опасности. Это что было такое сейчас? Там что-то есть? Я хочу пойти посмотреть. О, ужасно. Описание. Нибелунг Видарби. Дети Тумана. Оставлен на Туманном Болоте, куда Эрику не добраться. Его забрало что-то другое. Из пылёнок сочатся грязь и странный запах. Скорее всего, его забрали в это, чтобы жить с драугерами. А может быть, его забрала сама Хель. Ой, жесть какая. Мы забрали ребёнка. Ужас какой. Там кто-то есть. Откройте! Я не вижу. Сквозь щель, конечно, можно что-то увидеть. Но лучше этого делать. К сожалению, этим людям мы уже помочь никак не сможем. Нам бы самим спастись и помочь себе. Так, ладно. Ладно, Лишь, давай аккуратненько. Человек, помоги. Нифига себе! Ау, человек. Я жду свою хозяйку. Я жду её. Кто это такой? Это что за волк? Господи, ты кто такой? Как ты можешь быть жив? От тебя же ничего не осталось. Я гарвну, страж ворот. Страш, Хель, дамы с Вуалю. Ужас какой. Я был этим всем. Я стал старым, слабым, незначительным. Помоги. В принципе, если бы он был большим, я думаю, ничего не боялись. Я дам, а дамы с Вуалю это Хель. Ты серьёзно говоришь, что Хель где-то здесь? Не знаю, как я смогу помочь тебе. Положи конец моим страданиям, моим отчаянию. Хочешь, чтобы я тебя убила? Я не могу. Вверху камень, острый пик. Солки его на меня, пожалуйста. 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 Если он... Если он просит, то почему бы и нет? Возможно, это как-то повлияет на концовку игры. Но я смотрю, что с собаки, если это собака вроде как бы, да? Ему реально херово. Ему реально херово. То есть, в принципе, я могу помочь ему. Если он просит, если он умирает. Попробуем. Здесь, получается, можно как-то пройти, наверное, да? Нет? Такс, окей. А как же мне туда зайти, в ту сторону? Здесь, наверное, я вряд ли пройду. Если я и пройду, то я там застряну, я не хочу потом переигрывать. А скажи мне, пожалуйста, а как я могу к тебе забраться, милый пёс? Наша красавица, к сожалению, как бы не скалолазка. Она не лазит. И спихнуть каким образом, я не представляю. Ладно. Я бы помог тебе. Если ты реально мучаешься и хочешь быстренько на тот свет отойти, то помощь я тебе... А, вот, смотри, вот тут ступенечки есть. Используй. Давайте попробуем. Спасибо. Помоги. О, бля, это жестоко. Но он попросил. То есть, это не то, что я чисто повеселиться решил так сделать. Он попросил избавить его от мук. Я сделал это. А дальше мы уже посмотрим, как это повлияло, собственно, на дальнейшую развязку событий. Так, братишки, бежим дальше. Господи, там что-то есть. Там что-то есть в траве. Ужас какой. Так, ладно. Живы-здоровы, идем дальше. Я надеюсь, что эту ведьму с Валью мы не встретим, потому что это ужас какой-то. Это пиня, это ведьма. Мне еще ведьмы, блядь, не хватало. Ох ты ж, твою мать. Тут хотя бы сейф прошел. Мама, мама! У тебя такая же дома есть, Эспин, идем отсюда. Мам, я хочу! Слушайся маму, Эспин. Эспин, ты ее не получишь. Пойдем отсюда. Наверное, ведьма играет на наших чувствах и воспоминаниях. Иди сюда. Мам, господи, что ты наделала? Эспин, прости, прости меня. Хрена себе. Пожалуйста, нет. Зачем ты это делаешь? Я же не хотела. Окей. Надо сказать, что произошло. Нет, ради бога. Если мы им расскажем, что я сделала, я фирму потеряю, и Эспина заберут. Так надо поступить, так будет правильно. Пожалуйста, пожалуйста, ничего не говори. Я случайно, я не хотела. Знаю, знаю. Только мне это кажется неправильным. Да, но мы с этим справимся. Давай справимся с этим вместе, хорошо? Я тебя люблю. Пожалуйста, прекрати, пожалуйста, я не хотела. Больше не надо показывать. Вон, наверху там у нас. Ладно, она продолжает играть на наших чувствах, на том, что мы сделали что-то неправильное в этой жизни. Развод, черт побери. Я хочу развода. Ну, наконец-то. Ладно, ты его получишь. Но Эспина заберу я. Моего сына ты не заберешь. С тобой я его не оставлю. Господи, ты же ему руку сломала. Ох, когда ты, блин, перестанешь мне это припоминать? Я случайно, случайно. С тех пор ты каждый день на меня смотришь так, будто я какое-то чудовище. Говорю тебе, хочешь развода, Эспин останется со мной. Ах ты, тварь, пожалуйста, прекрати. Все, я сдаюсь. Только больше мне ничего не показывай. Где ты? Где она? О, боже. Я думаю, что эту ведьму простым фонариком ты вряд ли сможешь как-то испугать. Ладно, движемся дальше. Она врет. Я никогда ни ее ни Эспина не бил. Пожалуйста. Тихо. Сядьте же, сядьте. Я выношу решение в пользу истицы госпожи Даль. За ней остается право единоличной опеки над ее сыном. Ответчику не предоставляется право на посещение, а бессрочный судебный запрет вступает в силу незамедлительно. Вам запрещается общаться с бывшей женой Эспином и подходить ближе 60 метров к ним и к дому, школе Эспина и ее месту работы. Заседание суда закрыто. Нет, пожалуйста, черт побери, пустите, не надо. Пожалуйста. Не забирайте его у меня. Не забирайте. Пожалуйста, я остановлюсь. Пусть он будет у Эрика. Я не могу. А ведьма ведет нас дальше, чтобы мы увидели еще, видимо, больше ужас. Пожалуйста, хватит. Госпожа Даль, разрешите войти. Вам лучше присесть, сказать. В любом случае, нелегко, поэтому я просто скажу. Сегодня, во второй половине дня, ваш муж был найден мертвым у себя в квартире. Боже мой, нет. Нет, нет, нет. Сейчас мы разрабатываем версию о самоубийстве. Но ведется следствие. Теперь вы в безопасности. Наконец-то вы с Эспином в безопасности. Мне жаль. Мне очень жаль. Жаль, что этого не изменить. Это самый дурной поступок в моей жизни. Я просто ненавижу себя. Я его любила, в самом деле. И сына тоже любила. Я бы все сделала, чтобы он был рядом. Я понятия не имела, что его отец, что он... Я совершила одну ужасную ошибку и все разрушила. Я никогда себя не прощу. Теперь ты довольна, тварь. Довольна! Боже, ужасно. Хотя бы сейчас проливается уже свет на сюжет. А кто такой Эспин? Кто был наш муж? Кто мы такие были? Начинается рассвет. Я не справлюсь. Ну, попытайся давай. Я думаю, что все получится. Давай, 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 роднуля. Фух. То есть наша главная героиня довела мужа до самоубийства. Запретив ему через суд видеться с сыном и подходить вообще к ним обоим. Это жесть, конечно. Так, уже рассвет. Что самое интересное. Мне советовали в комментариях отломать этот кристалл и попробовать почувствовать себя суперменом или что-то такое у нас. Ладно, шутки шутками. Но, не знаю, если его лизнуть, ты, конечно, суперкрутым не станешь. Но испытаешь какие-то незабываемые эмоции явно. Так, что у нас? Где мы? Что мы? Так, погнали. Успеем, не успеем, я не знаю. И, видимо, надо на самый верх, а это довольно долго. Вот тебе и утречко наступило. Смотри. Нихрена. Можно даже фонариком подсветить. То есть вот тупо перерубил этот кристалл, который, видимо, появился внезапно. Когда он здесь проходил? Я не знаю. Отломить кусочек нельзя. Что это за порода, я не знаю тоже. Так, спогнали. Хоть и вру... Оп, тихо. Есть какая-то записка? Жертвоприношение 2. Рассказ Эрика. Грухот прекратился и наступил мир. Война закончилась. Эрик упал на колени и запричитал о погибшем сыне. Но люди, наконец, увидели истину. Чтобы выжить, они должны будут отдавать сыновей и дочерей по одному каждые пять лет. Так завершился рассказ Эрика. Я не знаю, собрал ли я все листочки с рассказами в этой игре. Но большинство, 90% точно. Уже светает. Давай, давай. Я думаю, что надо наверх, наверное, да? Там все завалено. Там я ничего не найду. Давай, хорошие мои. Мне казалось в начале игры, что у нас как бы ограниченная выносливость. Но, смотрю, сейчас-то очень активно бегаем. Такс. Как хорошо, что мы знаем, куда бежать. Воу-воу-воу, черт где-то открывается. Или закрывается, наоборот. Давай, хорошая моя, давай, давай, давай. Я понимаю, что сложно. Ну а что поделать? Это надо сделать. Надо найти своего сына. Я, правда, не знаю, правильно ли мы идем с вами. Ох, ужас, что-то совсем ярко. Такое впечатление, что мы даже с вами не нюхали. О, вот след, смотри. Следы есть. Притом сразу двух мужчин. Так, следы ведут куда-то сюда. Давай, 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 давай. Что-то где-то закрылось или открылось, судя по звукам. Так. Ага, смотри. Вайхейм какой-то у нас. Витейм, Вихейм, что-то такое. Идем наверх, там какой-то корабль старый у нас. Что он здесь делает, для меня пока остается загадкой. Пошли золотые кристаллы. Боже мой. Волк все-таки существует. По крайней мере, корабль точно. Можно фонариком посветить, только смысла в этом вообще никакого нет. Тут у нас уже золотые кристаллы. Так. А вот, видимо, и корабль. Ну что, попробуем зайти внутрь, посмотрим, что у нас там. Ужас какой. Так, тихо. Тихо, красавица, нам не сюда. Там чисто. Возможно, где-то на корабле я мог бы найти еще пару записок. Они бы пролили свет на происходящее более детально. Не свались, я тебя прошу. И тип... А, все, я понял. Там была перегородка. Теперь мы можем без проблем пройти дальше. Что-то мы долговато за сыном идем, честно говоря. Что происходит, а? Что это за адская сейсмическая активность? Мы, кстати, должны еще и волку увидеть последнего самого финального. Он же тут есть у нас. Нихрена себе там водопады. Так, ладненько, погнали. Трррр, тихо, только в текстуру не упади, я тебя прошу. Ой, блин, я даже не знаю, жив сын, не жив, неизвестно. Отражателей, кстати, тоже больше не было. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, полегче. Это уже, видимо, тот самый великан, глаз которого мы видели пару серий назад. Пожалуйста, Эспен, Фенрир. Я не могу, больше не могу, не могу этого сделать. Тебе придется прыгнуть, мальчик. Не заставляй меня делать это еще раз. Эспен, стой, не надо. Пожалуйста, боже. Эспен, беги, хули ты встала, беги. Мама, я по тебе соскучился. Чего мы идем шагом-то? Самообидное, что я уже не могу управлять ею. Я должен-то сделать, мам, понимаешь? Нет, Эспен, не надо. Это не обязательно делать. Тебе и... Есть и другие дети. Пожалуйста. Рот закрой, трус хренов. Мам, он просто свою работу делает. Он нас защищает, всех нас. Глянь на него. Ему не хочется этого делать. Эспен, я тебя люблю. Я тобой горжусь, мальчик мой. Ты очень смелый, но я не хочу, чтобы ты этого делал. Прошу тебя, пожалуйста, ты мне нужен. Я тебя люблю, мам. Я тоже тобой горжусь. Эспен, нет, стой! Твою мать! Бляха, муха. То есть хотели спасти сына, а в итоге упали все втроем. А куда мы упали? В воду, на камни. В принципе, с такой высоты вряд ли выжить можно. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Даже интересно, чем эта игра может закончиться. Водичка. Ну, опять же. Боже мой, Эспен! Эспен, сынок. Эспен! Мог уж и получить сильный. То есть головой удариться. То есть как бы такое дело. Эспен, не покидай меня, пожалуйста. Эспен, мальчик мой. Спасай, спасай. Давай, 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 давай. Ну, ну же, ну же, ну же. Эспен, вернись, пожалуйста. Не оставляй меня, Эспен. Господи! Живи! Давай, давай. Может, в легкие попала вода? Давай, Эспен, пожалуйста. Искусственное дыхание, может, надо? Массаж сердца, конечно, тоже вещь хорошая. Эспен, Эспен! Твою мать! Вернись, пожалуйста. Ну же, ну же, ну же! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Эспен, мне жаль. Я тебя люблю, мой маленький мужчина. Я люблю тебя. Прощай. Покойся с миром. К сожалению, Эспен не выжил. Я не знаю. Возможно, в этой игре и можно было спасти мальчика. Вы пишите об этом в комментах. В ратушах, библиотеках, парикмахерских и барах находятся люди, которые так и не узнают, что сделал ради них Эспен. Что он сделал ради всех нас. Мир продолжает жить, как всегда, высокомерно и беззаботно. Но этому есть цена. Я не сумела спасти свой брак и не сумела спасти Эспена. Но он спас нас. Он защитил всех нас на какое-то время. Он был маленьким мальчиком. Мой прекрасный сынок. Мне пришлось поцеловать его на прощание. У меня такое чувство, что сердце мое никогда не оправится. Он был лучше меня абсолютно во всем, о чем я только могу подумать. Не знаю, где бы он бродит и куда идет совсем один, но где бы он ни был, я просто очень им горжусь. Я любила его до боли и до сих пор люблю. Эспен был моим любимцем, лучшим другом. Я его потеряла. Мы потеряли друг друга. Я не знаю, смогу ли себя простить, но теперь я могу простить Эспена. Не буду строить из себя хорошую мать, но я воспитала хорошего сына. Теперь мне осталось лишь убедиться, что его жертва что-то значит. Все, друзья мои, так у нас заканчивается в True the Woods. Надеюсь, что вам понравилось. Хоть очень грустный, действительно трогательный финал получился, я буду верить до последнего, что каким-то чудом, может, как-то в игре можно спасти Эспена. А если нельзя, то такова у нас уже воля разработчиков. То есть так нужно было, к сожалению. Я, как понял, наша мать осталась в лесу, и теперь будет там за всем следить, смотреть. Ну, мне так кажется. Потому что в обычной жизни ее уже ничего не держит. Мужа она потеряла, сына она тоже потеряла. Вы пишите, что вы думаете об этой игрушке. Мне лично она очень понравилась, действительно трогательно, интересно. Не часто выходят такие игры, к сожалению. Поэтому будем ждать уже чего-то новенького, интересного, необычного, подобного. Подобной хоррор тематики. С вами был Брейн. Надеюсь, что вам действительно все понравилось. Не забывайте подписываться и ставить пальцы вверх. Увидимся, услышимся. Всего хорошего. Улыбайтесь почаще. Пока-пока.